Сегодня в центре занятости города Гомеле на учёте находится почти 2650 человек. Цифра немаленькая, особенно если учитывать, что за последнее время желающих найти работу стало больше. Именно поэтому содействие и помощь трудоустройстве задача номер один для представителей местных органов власти. Возможно, ранее выполнение поставленных целей казалось бы невозможным. Сегодня работа полным ходом двигается вперёд. Только в Гомеле до конца марта планируют трудоустроить порядка 18% безработных горожан. Сейчас активно начинается пассивная кампания. Значит, активно надо оказать помощь колхозам, совхозам в этих мероприятиях. Второе, подчёркиваем сейчас, это посадка леса. Ну, понимаете, что если сейчас не посадим, пройдёт недели 2-3, 4, возможно, и уже потом поздно будет садить. Тогда надо будет, например, заниматься уборкой в лесу. Сложностей немало. Одна из них – утрата квалификации. Многие люди не работали по несколько лет. Но даже этот вопрос оказался решаемым. На переобучение до конца марта от центров занятости будут направлены около 400 жителей областного центра. На оплачиваемые общественные работы – порядка 1800. И что важно, сейчас в таком виде услуг нуждаются не только сельскохозяйственные предприятия. На производствах и в учреждениях здравоохранения готовы оплачивать работы по наведению порядка. Сезон открывается в осводе. Значит, и будут набираться люди, которые готовы будут работать матросами. Будет проведено обучение их со сводом совместно. Значит, всё уже обговорено. И в соответствии с заключением медицинских, кто пройдёт, ну, эти люди будут приглашены. И они будут устроены по городу. Это 50 таких мест. В самостоятельных поисках работы люди находятся месяцы, а то и годы. Центры занятости для многих сегодня – единственная надежда. Обратился в одну фирму. Они говорят, мы до 35 лет только берем. А мне уже за 40. И всё. На Гомельском жирокомбинате с управлением по труду, занятости и социальной защите, горосполкома налажено тесное сотрудничество. Только с начала года было трудоустроено 11 человек. На Гомельском жировом комбинате работает 680 человек, списочная численность. Значит, предприятие в рамках декрета номер 3 взаимодействует с управлением по труду, трудоустроит при появлении вакантных мест, безработных, что способствует реализации действия этого декрета. Профессии разные, но в основном не требующие специальной подготовки. От операторов линий и упаковщиков до обслуживающего персонала. Павел ждал возможности трудоустройства два года. По состоянию здоровья его не хотел брать на работу ни один наниматель. Устроили меня по приемщикам с датчиком пищевой продукции. Тебя устроило? Да, помогли. Появилась вакансия. Работа нравится, все устраивает. На фабрике Коминтерна за 2016 год был трудоустроен 161 человек. По линии центра занятости квалифицированную работу получили 92. В основном это швеи, а также рабочие, отвечающие за узкий вид деятельности на производстве. Я должен сказать, только в 2017 году мы приняли на работу буквально в марте месяце 9 молодых специалистов. Вместе с тем, в случае необходимости, мы даем заявочку в центр занятости. И по линии центра занятости переподготовляются люди. В том числе людей, которых мы набираем к себе на производство самостоятельно, которые приходят нам, так сказать, с улицы, проходят и имеют соответствующее образование. Мы все равно принимаем меры по их адаптации. Уровень безработицы в областном центре, по официальным данным, сегодня составляет 1,2%. Однако не исключено, что уже во втором квартале этот показатель может существенно уменьшиться. Ведь властью оказывается не только помощь в трудоустройстве горожан, но и выдаются субсидии под открытие частного бизнеса. Только в Гомеле таким видом помощи с начала года уже воспользовались 30 человек. А в области эти цифры выше в разы. О том, какая ситуация в сфере трудоустройства складывается в Речицком районе, расскажет моя коллега Юлия Борисовец. С начала 2017 года в службу занятости населению города Речицы обратили за содействием в трудоустройстве 675 человек. Из них 49% – женщины. 87% безработных имеют среднее и неполное среднее образование. И 42% – в возрасте от 16 до 29 лет. При содействии управления в текущем периоде уже трудоустроено 432 человека. В первую очередь это граждане, желающие работать. Чтобы удовлетворить желание, мы видим, нет, допустим, такой вакансии, которая соответствует профессиональным навыкам безработного, но мы, в общем-то, начинаем предлагать ему другие вакансии. Вот, например, даже пример такой приведу. Мать ходит за 50-летнего сына, чтобы его трудоустроили газоэлектросварщиком. Хотя сам сын не обращается. В общей сложности ситуация по Речицкому району стабильная. Количество обращений по вопросам трудоустройства возросло незначительно. На сегодняшний день имеется 499 вакансий. Из них 164 предназначенных для трудоустройства рабочих, имеющих профессиональные навыки. В свою очередь, для соискателей, не имеющих профессии или имеющих профессию, не востребованную в настоящее время, при содействии управления можно пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по востребованным на рынке труда профессиям. Речичанин Павел Поливач в полной мере воспользовался такой возможностью. Служил в армии, вернулся. На то время специальности не было. Вот решил обратиться в центр занятости. На данное время прохожу стажировку на фанерном заводе. Я думаю, что моя профессия, вот это водитель-погрузчик, пригодится в будущем. Я наберусь больше опытов, работы с техникой. Они мне вообще хорошую работу нашли, администраторам. Я очень благодарна им. Вообще, надо большое сказать спасибо этим девочкам за их работу, за их предложения, за их внимание. В Реческой службе занятости отмечают дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по профессиональному и квалификационному составу. Наиболее востребованными остаются рабочие таких профессий, как врачи, медицинские сёстры, педагогические работники, фельдшеры, продавцы, архивисты, лесники и слесари различных квалификаций. Однако на учёте соискатели с такими специальностями не состоят. Очень трудно в Речесе найти работу, говорю сразу. Но потом в центре занятости подсказали вот это место. Я довольна. Во всяком случае, отчаяние, в котором я находилась, когда не могла долго найти работу, уже, во всяком случае, прошло. Пусть работа, не скажу, что из лёгких, но меня морально устраивает, что я человек рабочий. Пока нетрадоустроенным отчаиваться всё же не стоит. Успокаивают в Реческой службе занятости. Здесь уже проведены две ярмарки вакансий. По результатам последней не остались в стороне представители крупных предприятий города. 15 соискателям тут же были выданы направления на работу и на прохождение предварительного медицинского осмотра. Пять человек пожелали пройти обучение по профессиям. Ещё пять изъявили желание получить субсидию на занятия предпринимательством. Безработные, имеющие строительные специальности, предпочли общественно оплачиваемой работы. Будем мини-ярмарки вакансий проводить. Будем приглашать нанимателей уже не в таком количестве, но одного-двух нанимателей. Они в течение рабочего времени будут у нас находиться. И если будут приходить безработные граждане, они будут иметь возможность такую напрямую побеседовать с представителями нанимателей. По данным текущей недели в Речесе зарегистрировано 456 безработных. У каждого из них есть как минимум два пути. Оставаться дома, сетую на отсутствие труда, либо активно искать работу. На сегодняшний момент уровень безработицы в Реческом районе составил 1,1%, что ниже среднего показателя по области. Проблема трудоустройства остаётся актуальной. Однако мы убедились в том, что в Управлении по труду, занятости и социальной защите Реческого райисполкома не боятся трудностей. Здесь ведётся работа по стимулированию к трудовой деятельности трудоспособных граждан. К тому же актуальные вакансии ежедневно размещаются на новостном портале Государственной службы занятости. Юлия Брисовец, Евгений Макенко. Специально для программы «Новости недели» из Речицы.